Приветствую вас. Субъективно, ваша проблема связана с претворечием между тем, что вас что-то не устраивает в отношениях, то есть если вам что-то не нравится в отношениях с мужем, с одной стороны, с другой стороны, вы боитесь потерять семью. И вот подобное происходило, наверное, в первую очередь является тем, что образует проблемы, потому что именно из-за того, что вы боитесь потерять семью, муж к вам так и относятся. То есть если вы посмотрите, да, если вы посмотрите на то, как именно вы позиционируете себя, да, то несложно, в принципе, будет вам увидеть, наверное, что позиционируете вы себя как человека, да, как человека, которому, ну, вот, грубо говоря, должен, да, муж должен вам что-то, он должен, там, не знаю, проявлять инициативу, он должен, там, не знаю, делать что-то для вас, он должен еще какие-то вещи делать, да, тут как вот поступать он должен с вами. Вот. И ждете от него этого. Но при этом возникает вопрос, а зачем? При этом возникает вопрос, связанный непосредственно с мотивацией. То есть какой ему мотив делать что-то? для вас. И чем вы ему интересны? Вы говорите, что у вас нет интересов, что вы, ну, не интересны друг другу. Хорошо, хорошо. Но чем интересны, чем можете быть интересны вы? Вот в чем вопрос. Чем вы можете быть интересны? Ну, то есть, сам сами себе интересны ли вы? Если да, то насколько вы сами себе интересны? Чем вы себе интересны? Вы говорите, что я боюсь потерять семью, я с вами дома с ребенком. И каким-то образом вы, вот что важно, своего мужа, вероятно, да, ну, приучили. Приучили к тому, вот что вы дома. Вот. Вы приучили своего мужа к тому, что вы можете сидеть с ребенком. Вот. Вот. Вы, что важно, не стали для своего мужа партнером. Вы не стали для своего мужа той, кто, вот, ну, в какой-то степени разделил бы, его интересы, кто разделил бы его цели, кто разделил бы его, грубо говоря, жизненный путь. Я понимаю, что я сейчас немного так, это, лоскопарно это все говорю, но, вот, для меня это выглядит, по крайней мере, таким образом. Понимаете? Вот. Для меня это выглядит, вот так, в первую очередь. То есть, вы сами, каким-то образом, да, занимаете такую, вот, я бы сказал, проигрышную позицию. Вы сами занимаете, я бы сказал, не самостоятельную позицию, к сожалению, вот. И обвиняете в этом своего мужа. Отсутствие интереса у вас самой к чему-то, кроме, там, ребенка, кроме семьи, мотивирует вас только на то, чтобы обвинить своего мужа в том, что вот он не хочет проводить с вами вместе время. Но, если вас, грубо говоря, если вас связывает, если вас связывает только семейная жизнь, если вас связывает только, ну, вот, какие-то истории, такие вот, семейные, да, то есть только взаимоотношения, ну, как к мужу, к мужу и жены, если вас только это связывает, то очень удивляться, что он, там, не хочет никак проявлять, потому что отношения мужа и жены, это, безусловно, важно, но, помимо этого, важно еще и множество других моментов, вот. А у меня есть ощущение, что на эти моменты вы не обращаете внимания и никак о них не заботитесь, именно вы сами этого не делаете, к сожалению, вот. А мужа требует, требует, то есть это такая вот, получается, такой, ну, перенос ответственности что-то получается. Вот, и, ну, хорошего, на мой взгляд, в этом нет ничего, для вас, по крайней мере. Вот, если вы понимаете, в данном случае, что я имею в виду, если в данном случае вы понимаете, о чем у меня речь. Вот, ну, я надеюсь, я надеюсь, я надеюсь, что вы понимаете, что я имею в виду. Вот здесь, вот, ну, вот, в принципе, то, что можно вам сказать, в принципе, то, что можно вам ответить на, ну, вот, на, как бы, отвечая, да, на ваш, ну, на ваш, вот, на ваш вопрос. Ну, вот, вот, и, заметьте, пожалуйста, что вы пишете, вот, а, значит, помогите. А, всем вам помочь. Какой помощи вы хотите? Вы хотите помощи всем разобраться в себе? Мы поможем. А, мужа заинтересовать, а, гармонизировать отношения? А, как, тоже сделаем. А, если у вас, там, есть, в этом, в этом потребность. А, вот. Но, нужно, все-таки, от вас какой-то вопрос, они просто помогут. Понимаете? А, здесь есть вопрос к вам, на самом деле. А, вот, на каких обновениях вы устраиваете отношения с мужчинами? И, как получается так, что вы боитесь потерять отношения с мужчинами, опять же. Вот. То есть, что приводит к тому, что вы боитесь потерять отношения с мужчинами? Э, семью. Э, семью. Семью. Так, что там? Семью. Семью. Как получается, что вы боитесь семью потерять? Вот. Это важно. Важный момент. На самом деле. То есть, смотрите, вы говорите, что вы боитесь потерять семью. Семью. Не человека. Да. Не человека. Семью. То есть, э, как бы, вот. Одного цвета важный момент. Что я могу потерять семью. Вот. Я могу потерять семью. Не отношения, не, там, не знаю, не, с человеком отношения у меня закончится, грубо говоря. Вот. А, семью. Вот. Могу потерять. И, на мой взгляд, это очень серьезная, наверное, проблема для вас, что в отношениях вы, ну, неестественно, неестественно себя ведете. К сожалению, опять же. Вот. Вот то, что, в принципе, можно было бы вам ответить. То есть, изначально, 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 да, вы ведете себя так и устраивает отношения таким образом, что на первый план выступает семья. Вот. А после вы, как будто бы, не принимаете ответственность за то, что вас воспринимают как, ну, собственно, как жену. То есть, вот той, кем вы себя позиционируете по сути. Ну, вот. А, ну, чтобы вы другой, и чтобы вас по-другому воспринимали, нужно вести себя по-другому. Вот. И уж точно не бояться потерять семью, потому что, при том, что вы описали, семья ваша. Это только ваш ребенок. И все. У вас нет семьи, кроме ребенка. Сейчас. То есть, по практике, семью вы уже потеряли. А может быть, ее у вас никогда не было. Потому что семья это не наличие может. Не, не знаю, не штамп в паспорте, да, и там, всякое такое. Семья это только более что-то глубокое. Не находится, не считайте так. Вот. И, собственно, вот, наверное, то, что я, ну, хотел бы вам сказать. Вот. То, что я хотел бы вам ответить. Ну, вот так, как, вот, то, что я хотел бы вам сказать, на самом деле. Вот. Такая вот история, наверное. А, все на этом. Я думаю, можно закончить мой ответ. Вы либо, либо вы, а, как-то для себя. Примите то, что я пытался, ну, пытался давать донести. Либо, либо нет. Я надеюсь, что примите. Потому что, ну, по факту, для вас это единственный, единственный способ, что это в своих отношениях изменит. Вот. И на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был для вас полезен. Надеюсь, что вы извлекли для себя, для себя что-то новое. Надеюсь, что вы для себя поймете что-то новое. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Я вам желаю удачи. Я и так надеюсь, что ваша жизнь в момент обращения к нам на сайт начнет меняться и меняться будет в лучшую сторону. Всего вам самого доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует...